Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами Рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды прежде чем приступим ребят хочу сказать что весь день я сегодня мучился с запуском именно этого эмулятора где у меня очень много игр стоит и в том числе черепашки ниндзя легенды выдавал какую-то критическую ошибку и вылетала в общем я облазил здесь интернет к вечеру только починил но как ты понимаешь к вечеру буст прозевали мы и также я ребят не успел набрать скорее всего кубки до лиги мастеров 3 звезды поэтому скорее всего сейчас будут именно две звездочки давай посмотрим потому что да ребята на лига мастеров 2 звезды но это вина как говорится эмулятора он меня сегодня подвел 65 платинов хасков мы с тобой получили я думал что мы сохранимся все-таки в лиге мастеров 3 звезды но как видишь нет не вышло вот жаль жаль конечно но да ладно ребята не будем отчаиваться мне больше наверное расстраивает то что мы и буст прозевали хотя у меня сегодня в понедельник именно был выходной ребят я пришел с работы где-то в десятом часу до лег спать проспал где-то до пол второго решил поиграть запускай эмулятор а он не запускается точнее он идет полоска загрузки идет и все и выдает критическую ошибку ладно давай будем тогда пройдите все испытаний но в принципе я не знаю ну давай она с буста все-таки начнем с буста смешно звучит на самом деле с буста конечно же это уже не буст друзья мои это уже просто игра но тем не менее нам нужно ее проходить как ни крути раз два три три бойца на против нас 15 17 ранг я думаю что здесь мы справимся довольно быстро и легко возможно даже всю ее сегодня пройдем весь чемпионат на изи но тем не менее нам нужно сделать небольшой задел потому что рабочие смены еще будут впереди у меня чтобы не было вот таких вот казусов как в последней серии точнее в предпоследней что вроде бы и сигану куда надо да и в то же время не хватило совсем чуть-чуть именно покупкам свылился ладно друзья мои как говорится где наш не пропадала бывало что мы помнишь вот еще буквально месяца два назад мы вообще балтишок забивали на игру потому что но элементарные ребята и некогда было и не успевал и делов было по горло не все же время как говорится играть надо и дела делать так что все окей так нашу ребята даже видишь даже воин три звезды мы не получили потому что ну так вот уже многое что забито все щели как говорится противники позабивали и теперь нам остается только лишь вот пробиваться передящим паром может так надо назвать пока чуть я леонарда пропустил интересно и четыре бойца у нас будет еще по моему не скоро еще на на поединка 2 надо будет сделать чтобы только лишь до четырех в бойцов добиться дайте хоть это конечно все будет и легко но осадочек то остался ребят ладно двигаемся дальше воин три звезды у нас и 69 позиция я хочу получить конечно 12 13 нот по моему это нереально да 11 12 дают но понятное дело это уже не буст все таки хочу подчеркнуть ребята живым таким вот пунктиром это не буст уже это обычная игра поэтому 12 13 не дают они мне и противник как ты видишь не повышается но зато уже четыре бойца у нас раз два три 4 естественно ничего здесь изобретать не собираюсь будет у нас все как есть идем по очереди можно конечно это все очень быстро ускорить чтобы например ходить не всеми бойцами одним топовым хотя зачем если мы так вырубаем их с полтычка можно и такой состав оставить пока так или то наконец-то перешли в литу мне просто интересно знать мы до самураев дойдем сегодня вот как ты думаешь ну я имею ввиду самурай три звезды до самураев там и понятно дело дойдем а вот до какого ранга самураев это уже другой разговор так ну что ребята на дворе глухая ночь два часа двадцать две минуты на моих часах показывает так что особо громко разговаривать не буду такой знаешь приглушенный голос сделаем в квартире дубак отопление отключили друзья мои с водой что-то они сегодня нахимичили вместо холодной воды шла горячая горячего общения было потом они что-то опять на три дня выключили в общем бред не отопление не шиша мерзнем одним словом привет мерзнем я сижу сейчас данный момент в туду в тупчике это громко сказано в такой знаешь утепленной куртки не куртка блин а олимпийка что ну назовем ее олимпийка утепленная олимпийка вот и утепленные штанишки потому что ну серьезно тебе говорю дубак еще на улице такая знаешь чисто осенняя ребята погода плюс восемь градусов по моему ночью даже до плюс шести опускалась у нас сегодня такой легкий моросящий дождик вот эта погода я называю рабочие мне в такую погоду работать комфортнее чем в солнце пек но дома конечно хотелось бы чтобы немножечко было теплее но ты понимаешь нам не угодишь у нам когда жарко в доме плохо душно жарко как только прохладно все не могу я ребят купил вентилятор себе думал жарящий будет вентилятор зачем он мне нужен сейчас ума не приложил но ты знаешь когда дают отопление тоже бывает очень-очень в квартире душно поэтому пускай будет отпуск ребята мне подписали на 27 сентября на 27 сентября так что 27 я буду свободен ну начнем этому уже с октября на расснимать потому что надо немножко еще отдохнуть как говорится понимаешь на сделать свои какие-то дела вот на следующем году отпуск ребята планирую апрель май собираюсь вот так вот не знаю дадут мне не дадут но хотелось бы хочу рвануть куда-нибудь на юга то есть получится опять же загадывать все наперед как-то не очень хорошо потому что все что я загадываю наперед у меня ребята никогда практически не получается все время забивается все поэтому лучше так вот приблизительно скажем тогда вот принципе все пока никаких новостей нету больше да так что спокойненько играем ребята мы переходим с вами в элиту три звезды ранг у нас 54 тут уже до лиги самураев рукой подать как ты понимаешь сегодня вышла очередная ребята нет вру вру еще не вышла еще записывается точнее рендерится очередная серия по black skylanders ох я тебе скажу там жесть какая началась понимаешь там оказывается когда ты открываешь новые территории то усиливаются и враги и все прочее прочее то есть у меня сейчас такие враги там с брониками с фигониками в общем я развиваю свой корабль потихоньку там ребят очень много нужно ресурсов так мы в лиге самураев одна звезда вот и еще планирую ребята поиграть и знаешь какую игру не знаю почему-то мне захотелось я имею да это все на втором канале поиграть в игру про работника который разбирает корабли разбирает ну я не знаю там типа его бизнес что ли он как бы там по разборке кораблей вот игра называется кладбище кораблей что такое типа вот так вот точно привода не скажу но как я понял что-то вот из этого рода гра как там гравиярд шипс что такое симулятор опять же в общем посмотрим хотя бы одним глазком что она себе представляет вдруг зайдет нам я в принципе мало я даже не то что мало я помню такие игры вообще не играл такого жанра и но мы посмотрим лишь бы руки у меня дошли до нее а то как всегда планы одни а потом ой никогда еще там что-нибудь и там подобное и она как-то уходит на второй план ладно так друзья мои по поводу динобэш 2 по поводу динобэш 2 нашел я называется динобэш путешествие во времени нет там почему-то русского языка там чисто португальский и по-моему или итальянский или испанский но меня смутило одно ребята что она очень больно похоже на первую часть единственная на разница то что твой персонаж с посохом и по-моему можно сказать немножко графически она сделана получше в общем планирую на днях снять серию а там уже определимся будем ли мы в нее играть или нет плюс скачал дракономания ребят вы знаете что она недоступна у нас сейчас в плей маркете я скачал ее со стороннего сайта а пк файлом естественно вот посмотрю что за игра почему многие просят в нее поиграть если она нам зайдет мы ее включим в постоянную рубрику вот такие вот ребята планы на ближайшие дни недели но мне почему-то кажется что динобэш это не чисто вторая часть это можно так сказать ремейк ремастер переделка короче потому что именно разработчик первой части он мне отписывался еще давно но год может быть два назад я уже не помню точно он отписывался рэй типа тыры-пыры-треливали мы сейчас начали работать над второй частью игры вот как только она выйдет мы типа вам отпишемся чтобы вы могли ее спокойно получать на не успех и спокойно ее играть показываете по своим зрителям я говорю ради бога никаких проблем нету там все вы помните да первая часть она была на русском языке там все было передано все было топа а здесь именно только португальский и испанский ну как-то немножечко не клеится но тем не менее нам ничего не мешает ребята глянуть на игру оценить ее и сделать какие-то определенные свои выводы так ну что друзья мои я думаю что самурай 3 звездочки будет у нас сейчас в кармане мы с тобой лихо идем даже сквозь и как будто бы бустимся хотя хотя когда мы бустимся мы с тобой до лиги сёгнув спокойно доходим а тут лишь только до самураев это передящим паром двигаемся ну да ладно ничего страшного вот не знаю сегодня что еще я успею сделать может быть поиграем еще в дракону садники олуха может быть ребята но мне почему-то хочется еще сделать одну серию по skylanders мне хочется защищать островки помогать жителям в общем все что я люблю ребят в этих играх в этом играх такого жанра прокачка зачистка что-то там приобретаешь апгрейдишься помимо того что еще обгрейдишь свое оружие ты еще обгрейдишь свой корабль соответственно враги усложняется там еще у тебя есть определенные перки который ты тоже прокачиваешь то есть она классно ну и как я уже ранее говорил жду ребята игру васаби если кто увидит что она вышла из раннего доступа я имею ввиду сразу запишите мне потому что надо будет ее пройти все таки полностью и кстати я сейчас ребята заметил я вот почему не играю игры из раннего доступа уже пятая или какая там игра у меня из раннего доступа когда она выходит в релиз сэйвы не сохраняются то есть если мы с тобой например играли помнишь бум симулятор то есть симулятор бомжа когда вышла в релиз мои сэйвы не сохранились чего еще касалось это это касалось еще игры про эмили про остров помнишь да это касалось я так понимаю это коснется и васаби и многих поэтому и я уже а значит еще помнишь такая игра в арталис вот там же тоже сэйвы не сохранились ребят поэтому приходится ждать релиза и уже после проходить а у меня на самом деле очень много игр из раннего доступа очень много и очень много из них сыграны и имеются там я веду определенные результаты и как бы не хотелось бы их терять из-за того что ты играл в раннем доступе это немножко несправедливо ну да ладно бог с ним в общем вот так вот пока если только вот ранний доступ посмотреть одним глазком ребята просто посмотреть для того чтобы понимать что то за игра и все но вот именно играть на постоянной основе нам того не стоит слушайте ребята мы всех отыграли своим бойцов как ни странно это последний поединок и как ты видел мы с тобой добрались только лишь до лиги сёган но я тебе скажу следующее следующей серии мы с тобой упадем но не так низко я думаю вряд ли нас там скинут самурай там две звезды или еще куда-нибудь мы останемся приблизительно этой на этом достижении где-то так я думаю ну может быть может быть самурай три звезды это максимум но в любом случае нам не придется самых-самых низов подниматься так что есть свои плюсики тем более тридцать девятая позиция так друзья заходим в магазин забираем с вами бесплатный пак и начинаем проходить левые задания ну ежедневки я их называю так пройдите серию испытаний ну что же пойдем пробежимся по серии испытаний так уж и быть я возьму армагона я возьму здесь зека я возьму наших маузеров я возьму хуже голового и возьму наверное пиццелицева вот такая у нас будет команда и север монтус стоит но можно в принципе бомбочку бросить так уж и быть фигово фигово срабатывает конечно причем ребята мы повесили замедление да и несмотря на замедляху они все равно ребят бомбят успевает так монтуса уничтожили здесь подбили и здесь тоже подбили двадцать девятого августа выходит ребята еще одна офигенная игра я не знаю сколько она будет стоить и буду ли я ее покупать или ждать как обычно ломаную но лучше ребята я уже убедился лучше все-таки покупать и потому что не дай бог такие проблемы как у меня были с компьютером да и все сейвы как говорится пофигачил от многих игр и все там подобное лучше брать но понимаешь игра которая весит 200 300 или 500 мегабайт а расценивается извини меня в 2000 рублей но это не серьезно это как бы стать это очень дорого для такой игры я вот понимаю там ремнант да он там и графически сделан все и он там стоит почти три рубаса которую я купил кстати которую я еще даже не начинал играть блин тоже кстати обидно вот как бы ну да там разработчики все таки вкалывали будь здоров а вот в рисованном мне кажется рисованные игры немножко проще делать может быть конечно я ошибаюсь но мне почему то кажется что проще и ценник такой в 2000 рублей если сравнить ремнант например и давай сравним например ее с чем с панч клабом например с тем же самым да ну панч клаб бы например за 2000 рублей бы не тянул но слава богу он не стоит 200 там 2000 рублей он стоит по-моему 400 насколько я помню вот так что жду жду ребята игру называется она а что то там море море чего то море проблем вот в общем дождемся и будем тоже играть так эрпил давай ка мы тебя прокачаем до 91 уровня шикарно так и ищем теперь нашего доня конечно же ролевого и начинаем тут блин мы еще и слизи защитные очки не нашли последние вот эти вот которые нам нужны да ладно ты издеваешься вообще ни в такую прикинь просто не идет и все нашли неужели так дальше нам нужно вот эти вот комиксы слушай ну комикс вот эти выпадали нам я помню только шорох а когда вот они нужны фиг ты их ребят дождешься как специально все сделано смотри а комикс называется чувак почему именно чувак я не знаю кто то ребята мне в комментариях написал что было какое то я не знаю там собрание или что то в этом роде это я вам говорю что мне написали вот это как бы не утверждение ничто это чисто пока на слуху потому что я это только слышал нигде подтвержденных фактов я не видел он сказал что будет продолжение вот этой вот игры черепашка не за легенды с добавлением новых персонажей он перечислил персонажей там всех я их не помню ребят вот я написал что очень хорошо если это так я только за ребят я буду ждать это же круто на самом деле если они вдруг спустя три года без действий вообще каких либо начнут что то здесь ребят улучшать это будет классно тем самым они привлекут аудиторию к этой игре вот так же бы мне хотелось бы чтобы они реанимировали игру знаешь какую помнишь вот эта вот игра которая где мы играли за птичек то как назывался то Angry Birds Epic вот тоже ребят крутая игра ну видишь разработчики на нее забили давным-давно но и она сейчас просто вот так вот нерабочая как говорится плавает по просторам интернета ну что друзья мои а я тем самым по моему все я все сделал я обожаю когда наша игра проходит под каким-то разговором во-первых для меня очень быстро проходится и во вторых как бы вам какой-то новый корм свежий корм для вашего мозга ребята вот так что на сегодня будем закругляться всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков видосиков